Сегодня с этим тоже справимся. Почему мнение психолога и психиатра? Ну, мне нужно представиться, потому что прежде всего я по образованию первому основному врач-психиатр. Работала в психиатрической больнице, занималась уже последствиями того, о чем мы будем сегодня с вами говорить. Ну и волей судьбы, волей случая, я занялась активно практической детской психологией. В том числе и детскими страхами. По второму основному образованию я педагог-психолог высшей категории. Ну и так как все-таки знания накопилось за эти годы достаточно много, я являюсь доцентом кафедры физиологии и общей биологии Башкирского государственного университета. Я кандидат биологических наук, но тема моей диссертации тоже связана с психофизиологией прежде всего. Небольшой экскурс мы вообще в теоретические вопросы страха в начале. И потом мы разберем с вами несколько случаев и проведем небольшой анализ нескольких рисунков, в которых отражены детские страхи. Ну и приступим к теории. Я очень долго занималась именно последствиями тревоги и страхов. И вследствие вот этого меня заинтересовал очень вопрос, почему вот эти особенности личности, как тревожность, приводят к таким серьезным последствиям, как острые психозы, депрессии и так далее. Ну и заинтересовавшись этим вопросом, естественно, я стала изучать литературу. Ну и обобщенные вот такие определения, даже не определения, а принадлежность к страху, страха к различным областям, вот отражены на этом слайде. Страх, прежде всего, ответ на действие какого-либо угрожающего фактора. Причем мы с вами должны четко помнить, что угрожающим фактором может быть любой фактор, который будет угрожающим для конкретного человека. Ну какие угрожающие факторы мы с вами можем рассмотреть? Ну, во-первых, те, которые действительно угрожают жизни и здоровью человека. Это может быть большая машина, это может быть большая собака в детстве, это может быть какое-то стихийное бедствие, это может быть какая-то ситуация, которая действительно угрожает благополучию, благосостоянию человека. Второй момент. Страх – это переживание какой-либо реальной или воображаемой опасности. То есть ответ – это реакция, а вот переживание – это то, что внутри нас. Ситуация может быть, опасность может быть как воображаемой, что характерно очень для детских страхов, потому что реальность и воображение у детей, вы знаете, смешивается. Чем меньше ребенок, тем больше он живет в воображаемом мире, тем меньше реальности в его существовании. И третье – это проекция настойчиво эмоционально подчеркнутой взрослыми опасности. То есть ситуацию, действия, слова, все, что угодно, взрослый воспринимает как опасность. И он настойчиво говорит в этом ребенку. Не залезай – упадешь. Не залезай – упадешь. Не беги – подскользнешься – упадешь. Ребенок слышит только последнее слово – упадешь. Но, во всяком случае, вот те эмоции, которые передает ему взрослый в этот момент, и та настойчивость, многократное повторение, то есть, по сути дела, внушение, оно заражает ребенка вот этими страхами. Как правило, еще раз говорю о том, что эти страхи, они все-таки начинаются в самом раннем детстве. Поэтому все, что последствия – это или трансформация этих страхов, или клубок страхов, в центре которого находится первичный страх, происхождение которого мы, по сути, с вами даже можем и не найти. У меня такие случаи клинические были на психотерапии, когда, да, мы понимали, и клиент, и я, мы понимали, что эта ситуация детская, но не мог совершенно вспомнить человек, что же было в детстве. Я всегда своим студентам говорю, пугайте, чем хотите, но только не бабайкой. Пугайте валенком, сапогом, медведем, волком. Почему? Потому что образ страха, он должен быть. Тогда с этим образом страха можно бороться. А кто такой бабайка, неизвестно, потому что ребенок, естественно, воспроизведя в своем сознании, произведя в своем сознании какой-то образ этого бабайки, он вряд ли может вспомнить, какой этот образ был первичный. И вот с такими страхами, неопределенными, аморфными какими-то, бывает прорабатывать их очень и очень сложно. Давайте дальше. Что есть общего у тревоги и страха? Что такое тревога и что такое страх? Так, это взаимосвязанные, взаимозаменяемые друг друга компоненты. Прежде всего, это эмоциональный компонент. И там, и там это волнение и беспокойство. В чем это будет проявляться? Ну, прежде всего, в каком-то суетливом, первое, суетливое какое-то поведение, или наоборот, какое-то заторможенное поведение. И чем выраженнее вот этот эмоциональный компонент, а это, как всегда, при страхе бывает, то, естественно, чувство волнения и беспокойства будет. Волнение – это внутренний компонент, то есть то, что человек ощущает внутри себя. Ну, и давайте мы, я буду вас просить, перенести свое детство. Вспомните какой-нибудь страх и вспомните, что вы испытывали, когда вы боялись, чего-чего угодно. Внутри что-то было непонятно. В животе какие-то ощущения, руки могли вспотеть, во рту могло пересохнуть. То есть какая система преобладала, парасимпатическая или симпатическая, естественно, что вегетативные реакции были такими. Все это ощущалось, как чувство волнения внутреннего. Ну и что такое тревога? Тревога – это предчувствие, предчувствие той самой опасности, которая вызывает вот это состояние беспокойства. Я не знаю, что такое, но что-то может произойти. Вот тревога, например, экзаменационная, она естественна. То есть действительно, какой билет попадется, как я отвечу, какую оценку мне поставят. А вот если появляется страх, то есть это аффективное отражение в сознании конкретной угрозы для благополучия данного старшеклассника, то естественно, что состояние беспокойства будет проявляться какими-то эмоциями. Какими эмоциями? Ну, возможно, это будет уже не просто суетливое какое-то поведение, а это будет уже метание, человек не сможет находить себе места. Или, опять же, наоборот, будет постоянно, возникает постоянное желание спать. То есть здесь вариантов очень много. Тревога – это предчувствие, страх – это отражение. Ну и тревога, она может быть не только отрицательной, она может быть и положительной. То есть ожидание чего-то хорошего, ожидание чего-то радостного, ну, например, рождение ребенка. Семья беспокоится о том, как родиться ребенок. Ну, женщина там немножко другие реакции у роженицы. Во всяком случае, те, кто ходит под окном, те, кто сидит дома, ожидают и действительно во многом это поведение как раз и отражает всю эту тревогу. Как закончится, кто родится, как будет малыш, на будущее какие-то предчувствия, может быть, вот его будут ждать опасности, как он в этом мире будет расти, сколько раз он упадет и так далее и тому подобное. Бабушкам это свойственно очень. Ну, а страх – это, как правило, только отрицательно воспринимаемые чувства. Только отрицательно. И как раз вот этот спектр весь, который вы можете вспомнить и который перечислять можно очень-очень долго, который будет проявляться в тех или иных вариациях у каждого человека по своду. Следующее. Ну, немножко коснемся классификации. Есть страх ситуативный, то есть связан с конкретной ситуацией, и страх личностный. И давайте более подробно разберем их ситуативные страхи. Как правило, у детей ситуативные страхи, потому что о личности, особенно о личности до подростковой, мы, естественно, не можем говорить, что там могут быть такие особенности, как тревога, тревожная тревога, мнительность и так далее. Потому что все-таки личность формируется ближе к подростковому возрасту. Не полностью, но уже сформировано достаточно. Ну и ситуативный страх. Он всегда возникает в необычной, опасной для человека обстановке. Ну, это могут быть стихийные бедствия. Это, вот сегодня мы с вами как раз, не опасной для данного человечка обстановке. А, как правило, это необычное, незнакомое, неизвестное, то, с которым человек очень часто сталкивается в первый раз или, может быть, несколько раз, и у него хороший опыт, о чем дальше мы с вами будем говорить. И, естественно, что у него этот страх может быть вплоть до панической реакции. Может проявиться в результате заражения паникой со стороны группы людей. Ну, вот эти очень опасные группы людей, большие группы людей, которые собираются стихийно, и однажды кто-то вдруг что-то посчитав опасным для себя, заражает этой паникой других людей. Начинается давка. Это у нескольких таких очень тяжелых случаев было, когда большое скопление людей, кто-то бросил петагу на стадионе, люди бросились, потому что неизвестно было очень громко, это было, и были травмированы десятки людей. Формируется под воздействием тревожных предчувствий со стороны семьи. То есть это вот опять касается в большей степени детей и подростков. Поэтому, когда родители начинают обсуждать какие-то ситуации, которые они считают, например, благополучию своему, то ребенок, не понимая сути разговора, естественно, будет формироваться вот этот страх. Потому что родители обсуждают, что у них недостаточно денег. Вот у меня был такой случай, когда ребенка привели с уже достаточно тяжелыми страхами. И одним из ведущих страхов был страх, что им теперь будет нечего кушать. Хотя семья достаточно обеспечена, просто они обсуждали вопрос, как мама вспомнила об обучении дочери, что дочери повысили оплату за обучение. Теперь будет немножко сложнее. А у ребенка это трансформировалось вот в такой страх. Страх, что будет нечего кушать. Ну и еще возникает вследствие тяжелых испытаний каких-то конфликтов и жизненных неудач. Ну вот на фоне как раз конфликтных ситуаций, жизненных неудач, могут сформироваться тяжелые уже психические нарушения, особенно у взрослых людей, когда формируются сверхценные идеи, депрессивные состояния, вплоть до острых психозов. И личностный страх. Он уже, я бы сказала, предопределен характером человека. Это прежде всего повышенная мнительность. Почему я заболею, от чего я заболею. Вот если я пойду, вдруг кирпич упадет, вдруг я подсказнусь и так далее и тому подобное. Проявляется у такой личности этот страх, в любой новой обстановке или при существенном изменении привычной обстановки и проявляется при контактах как с незнакомыми людьми, так и при расширении сферы общения с уже знакомыми людьми, которых он знает далеко не первый день. Страх бывает реальный, то есть есть реальная опасность в виде какой-то ситуации или объекта, или действия. Ну реально какой может быть страх? Человека кто-то нападает, человека кто-то обижает, едет большая машина, наводнение, дует сильный ветер и так далее. Воображаемый страх в большей степени он опять же присущ тому возрасту, который обладает больше фантазии, чем взрослые люди. Это воображаемый страх, то есть это воображаемая вот та самая бабайка, которая пугает ребенка уже независимо от взрослых, сама по себе в его сознании. Бывают острый страх, это как правило возрастные страхи и хронические страхи. Реальный острый страх предопределены ситуацией, воображаемый хронически, это опять же личностные особенности. Ну и уровни, вот то, что у нас как раз с вами в большей степени интересует, уровни страха, это естественный или возрастной, то есть это страхи, возникающие тогда, когда расширяется в определенном возрасте сфера действий, сфера общения, сфера ситуации и так далее. То есть происходит познание нового, то есть закончилась зона ближайшего развития, одна начинается с зоны ближайшего развития, другая, и человек сталкивается с неизвестным, с незнакомым, с непонятным. Ну, как правило, этот страх какой бывает? Он бывает кроковременным, закончился, закончилось познание, процесс познания, и страх уходит. Он практически всегда обратил, если не становится патологическим при определенных условиях, он не затрагивает определенные ценностные ориентации и, соответственно, характер человека существенно не влияет. И поведение, как правило, изменяется только в момент сталкивания с этой ситуацией, то есть ситуации, которая провоцирует страх. Ну и потом проходит, и взаимоотношения слоют. Ну, как правило, если этот страх касается ребенка, то, что с ребенком произойдет? Он побежит к близким своим людям, будет их обнимать, прятаться и так далее. То есть поведение, ситуация закончилась, и ситуация, соответственно, страх, соответственно, связанный с этой ситуацией, тоже закончился. Ну, и патологически, то, с чем я столкнулась в начале своей профессиональной деятельности, и только потом я поняла, что существует, естественно, или возрастной страх. Ну, потому что психология, в те годы, когда я училась, у нас ее как предмета не было, и психиатрии, к сожалению, тоже этого как предмета не было, и пришлось изучать это уже непосредственно на практике. Ну, и когда мы будем говорить о том, что какие-то особенные, естественные или возрастные страхи стали патологическими, тогда, когда начинаются немножко, скажем так, драматизированные формы, появляется форма выражения. Человек испытывает ужас, говорит о том, что у него шок, он потрясен этой ситуацией, этим действием. Как правило, если мы говорим, что естественный страх он обратимый, то патологически он всегда затяжной. Он всегда затяжной, он носит навязчивый характер, трудно обратимый, ну, очень, еще раз говорю, это как раз является тем, что на этом фоне могут развиться тяжелые состояния, связанные с навязчивыми идеями, со сверхценными идеями. Ну, и вы знаете, что есть такое понятие, как фобический невроз, то есть на невротическом уровне проявления невротические связаны именно с теми навязчивыми страхами, которые присутствуют. Но не всегда то, то, что особенно родители выдают за страхи, является таковыми у детей. Об этом я немножко позже скажу. Непроизвольность, то есть опасность ощущается всегда, и человек не может контролировать этот страх. Он появляется вне зависимости от того, есть объект, который первоначально вызывал этот страх, или это просто мысли об этом страхе, или эта ситуация похожа на ситуацию страха. Это не имеет значения. Человек контролировать этот страх не может. Почему? Ну, потому что замкнулась условно-рефлекторная дуга, связанная с вегетативными реакциями. Поэтому, естественно, человек контролировать произвольно вегетативную нервную систему не в состоянии. Естественно, что человек, испытывающий страхи, особенно если эти страхи начинаются в раннем детстве, он изменяется характерологически. Появляются те акцентуации в начале характера вплоть до психопатических каких-то определенных поведенческих реакций. Ну и, как правило, в общем-то, патологические страхи вызывают социальную дезадаптацию. У меня на психотерапии была больная 32 лет, у которой сформировался очень специфический страх. Она боялась выйти из дома, потому что она боялась упасть на улице из-за какого-то неведомого ей совершенно приступа, и она боялась, что к ней никто не подойдет. Вот такой многоступенчатый, многоуровневый страх у нее был. Она до обращения ко мне уже два года без сопровождающих из дома не выходила. Потребовался целый год, который дался ей очень и очень тяжело. Занимались мы арт-терапией, куклотерапией, сказкотерапией, потому что, прежде всего, я, конечно, арт-терапевт в реализации вот этих психотерапевтических сессий. Поэтому, естественно, что год еще нам пришлось просто выходить из дома. И сейчас в Катанус уже 15 лет. Она работает, работает очень успешно. Продвижение по карьерной лестнице у нее. И возврата к этому состоянию у нее не наблюдается. То есть социальная адаптация – это очень и очень серьезно. Следующая у нас с вами. Я попрошу вас сейчас, пока я просматриваю две минуты вопросы, вот такую быстренько начертить табличку на своем листочке. Для чего? Чуть-чуть попозже. Здесь опять имен детских. Тема страхов одна – гроза. Только у Давида он еще собаку добавил. То есть они рисовали страх. И, соответственно, тема была… Почему одна? Ну, потому что это детки… Ну, как раз то самое заражение страхом. И за два дня до этого в городе была очень сильная гроза. Мелькала молния, грохотал гром. Это все на протяжении нескольких часов продолжилось. Поэтому впечатление, конечно, было очень быстрое. Емкое. Здесь у нас идет проявление страха на рисунке. Дальше – это признаки страха на рисунке, признаки страха при рисовании, признаки отсутствия страха, поведения и классификация страха. Это тот вывод, который мы с вами сделаем в конце. И сейчас мы с вами будем разбирать по очереди рисунки детей. Они были сделаны в одно время, в одном классе. Дети – ученики первого класса. У нас коррекционная школа второго вида. Дети у нас слабослышащие. Это все дети слабослышащие на аппаратном слухе. Слышат они достаточно удовлетворительно. Но особенности, естественно, у этих детей сохраняются. Задержки психического развития у этих детей на данный момент она практически скорректирована. То есть будем считать, что это дети обычные, закончившие первый класс. Так, и давайте дальше. Ну и по очереди у нас детки. Как детки в табличке написаны, так и я буду представлять вам рисунки. Ну и первый рисунок у нас Аделина. Рисунки сделаны карандашом, поэтому может быть не очень четко. Поэтому я прокомментирую вам. Это у нас облака с грозой, с молнией и с дождиком. Это кошечка одна, кошечка вторая. Дом изображен. Здесь изображены лужи. Внимательно в течение минуты посмотрите и какие-то отметьте. Не пытайтесь, пожалуйста, вначале анализировать. Самое первое, что нужно сделать, что я делаю, это прежде всего почувствуйте этот рисунок. Какие эмоции вызывает этот рисунок у вас. Именно эмоции, не анализ. Анализ будет немножко позже. В арт-терапии это очень важно. Именно ваши ощущения, ваши эмоции. Дом двухэтажный. Лужи, кошка. На нее смотрит вторая кошечка из окна. И вот такие у нас тучки. Домик достаточно веселый. Следующие у нас это гульнас. Та же тема. Гроза за окном. Если здесь снаружи, то здесь дома. Как видите, это комната, шкафы, телевизор, кровать. Мама. Гульнас плачет. У нее слезы. Детализированный такой рисунок, но гроза такая достаточно, видите, толстая. Но она за окном. Детали все практически прорисованы. Но ушки мы не можем сказать, есть они или нет, потому что они закрыты прической. Если вы на этом зафиксируетесь, на этом фиксироваться нет необходимости. Это у нас гульнас. Следующая у нас Эмилия. Вот это у нас Эмилия, которая лежит, закрывшись с одеялом и плачет, очень горько плачет. Это она не смогла объяснить вроде бы, как это картина, вроде бы это кто-то где-то в окошке в каком-то. Она, нарисовав, не смогла потом объяснить, что это такое. Ну и, как видите, очень большая гроза. Но здесь присутствует ребенок. Листок помят, очень много стирания. Вот их здесь не видно. Она очень много стирала, когда рисовала окно. Стирала здесь сама себя. Ну, в общем, ребенок здесь проявлял при рисовании определенные такие беспокойства, волнения. Это у нас Эмилия. Вот она подписала. Следующий у нас Давид. Давид тоже изобразил много-много молнии в свой дом. Это собака в будке, которая, как он объяснил, громко лает. Ребенка здесь на рисунке нет. Рисунок спокойный, без исправлений. Раскрашен спокойными достаточно линиями. Ребенок делал это уравновешенно, спокойно, ни на что не отвлекался. И, в общем-то, рассказывал, когда рассказывал, что изображено на рисунке, он рассказывал спокойно. Собака, будка, молнии, дом. Вот, как видите, дом детализированный, антенна здесь, крыльцо. И собака, которая, ну, как он сказал, не наша собака. То есть где-то он ее сюда, к своему домику, пририсовал. Следующее. Следующее у нас Энни. Ну и, как вы видите, в общем-то, рисунок скопирован. Потому что Энни... Почему скопирован? Потому что Эмилия стала рисовать первой, сидели они вместе. Энни инициативу не проявляла в выборе рисунка и выборе, хотя детки показывали друг другу рисунки, но Энни скопировала практически полностью, за исключением вот этих моментов, как штриховка. Многочисленная, многочисленная штриховка. Курсор побежал куда-то. Вот, также она нарисовала, сказал, что это она. Как видите, детали кровати, одеяла, детали человека, который прячется под одеялом. Раскладка на окнах, все скопировано с рисунка Эмилия. Здесь особенности. Это гиперактивный ребенок, невнимательный ребенок. Поэтому мы с вами будем думать о том, является ли штриховка отражением тех эмоций, которые переживал ребенок при этой грозе. Но грозу видели и слышали все, потому что она была днем. Днем и ближе к вечерам. Ну вот, и теперь давайте будем заполнять вот эту табличку, как обычно я делаю для того, чтобы... Ну, так как все-таки образование лечебный факультет, врач-врач-психиатр, естественно, что нас учили причину находить. Есть причина, есть адекватное, эффективное лечение. Неизвестна причина, такое тоже бывает. То лечим симптоматически. Как очень часто симптоматическое лечение бывает у нас палеотивным. То есть мы причину не нашли, на нее не воздействуем. Только те симптомы, которые появились, мы с вами будем убирать. Поэтому здесь, естественно, необходимо разложить. Во-первых, являются ли эти картинки отражением того страха, который испытали дети, испытывают ли дети до сих пор страх. Пошло два дня после данной ситуации. Ну и давайте будем проводить анализ, вот, соответственно, той схемы, которую я для себя выработала. Тема одна и та же. Аделина. Признаки страха на рисунке. Признаки страха на рисунке, ну, по моему мнению, отсутствуют. Почему? Объясню. Следующая, как раз следующая ячейка и говорит об этом. Нет самой девочки на рисунке. То есть девочка этот страх не взяла к себе в сознание. То есть, да, она испытала определенные эмоции в тот момент, но на данном этапе, через два дня, ее данная ситуация не волнует. Хотя она очень эмоционально рассказывала мне про эту грозу. Эмоции, она страха, именно два дня назад, испытала. Ну и еще признаки отсутствия страха. Это яркие краски, которые ребенок использовал. Очи, кошечки, которые там изображены, которые друг с другом здороваются через окошко, как она сказала. И детализация рисунка. Ну и поведение при рисовании, тогда, когда ребенок рассказывал, оно достаточно было спокойным. Ребенок проявлял эмоции, адекватные своему рассказу. Ей очень понравился свой рисунок. Она его представляла с удовольствием. Ну и в данной ситуации мы можем четко сказать, что это был страх ситуативный. Возможно, ребенок такую грозу, потому что эта гроза была первая в этом году. В прошлом году, может быть, ребенок не обратил внимания на грозу, может быть, он просто не видел ее, не слышал. Но, во всяком случае, пришло время увидеть вот то природное явление, которое вызвало эмоцию страха, потому что действительно было очень громко. Следующий. Гульнас. Признаки страха на рисунке. То есть ребенок испытывает страх до сих пор. Это плачет она, а рядом изображена мама. Мы можем посчитать это действительно вот такими признаками выраженного эмоционального отражения. То есть ситуация. Ну смотрите. Рисуя этот рисунок, ребенок не испытывал никаких волнений, никакой тревоги. Ребенок рисовал совершенно спокойно. Не было никаких признаков вот того эмоционального компонента, о котором мы говорили с вами вначале. Признаки отсутствия. Очень много деталей, которые не относятся к данной ситуации. То есть к ситуации грозы. Поведение. Рисовала спокойно, совершенно не отвлекаясь, была сосредоточена на этом рисунке, прорисовывая детали. Опять вывод, ну во всяком случае мой, это ситуативный страх, который был более эмоциональным, чем у Аделины. Поэтому еще есть проявление страха, собственного страха, то есть отражение на рисунке в виде слез и защитника мамы. То есть она действительно показывает, что она испугалась тогда. Но тем не менее в данный момент тревоги ребенок не испытывает. Грозы нет, страха нет. Ну и Эмилия. Признаков здесь достаточно много. Это большое окно, большие толстые молнии. Девочка лежит одна на кровати и плачет. Никаких дополнительных деталей не связано с грозой. Нет, то есть есть окно, за которым происходит буря, и ребенок, который этого боится. Признаки страха. Несколько раз стирала нарисована. Я сделала вам порт, потому что не очень видно это. Вплоть до того, что уголки, краешки листа были смяты ручками. У ребенка вспотели руки, потому что листочек был именно промочен потной ладошкой. Дальше. Она нарисовала себя, очень четко нарисовала себя, нарисовала свои эмоции в тот момент, и не показывала рисунок этот, но при этом была очень-очень беспокойна, когда... В чем это проявлялось? Она постоянно двигалась на стуле, она брала и снова клала на стол ластик, карандашики меняла, опять ей что-то не понравилось, опять стирала, вот в этом беспокойство у нее проявлялось. Ну, в данной ситуации такая ситуация, что страх был действительно ситуативный, выраженный как в момент столкновения ребенка с этой ситуацией, так и спустя два дня. С этим ребенком, так как эти рисунки были три дня назад нарисованы, с этим ребенком мы сейчас проводим, ну, не коррекцию, но во всяком случае мы с ней отрабатываем, как можно себя вести, когда становится страшно. Ну, вот сегодня будет третье занятие, дети у нас в интернате, и я думаю, что у нас с ней будет все благополучно. Давид. Признаков страха на рисунке нет. Это рисунок грозы и громко лающей собачки. Поведение признаков страха при рисовании тоже ребенок не проявлял, был абсолютно спокойный, как двигательно, так и в речевом плане. Но дело в том, что есть признаки отсутствия страха, то есть прорисовывание деталей, не связанных с ситуацией. Еще раз говорю, не связанных с ситуацией грозы. Ну, и рисовал, как я еще уже сказала, достаточно спокойно, размеренно, никому ничего не показывал, и потом очень достаточно спокойно рассказал мне о том, что это гроза, что вот они проходили с мамой по улице, там лаяла собака, и он ее тоже испугался. Ну, и последнее, Энни, несмотря на то, что ребенок скопировал страх, есть определенные признаки. Ну, прежде всего, вот я поставила штриховку и поставила вопросительный знак. Что это такое? Признак тревожности, как характерологическая уже особенность восьмилетнего ребенка? Да, такое возможно. Проявление ли это вот именно страха, который ребенок испытал или испытывает в данный момент? Здесь необходима более детальная, развернутая, комплексная диагностика эмоционального состояния, что мы сейчас и делаем с этим ребенком. Ну, во всяком случае, я испытала тревогу, впервые увидев этот рисунок, я своей интуиции доверяю и уже начинаю дальше раскручивать эту ситуацию более детально. Ну, и страх – это копирование рисунка у Эмилии. Ребенок, проявляя признаки беспокойства, волнения, тем не менее не смогла придумать какую-то определенную свою тему, свой сюжет. Она предпочла вот этот страх срисовать с Эмилией, с рисунком Эмилии. Дальше. Отсутствие страха, признаки. Она… Здесь вот опять, видите, этот рисунок, так как он скопированный, очень сложно диагностировать. Но я специально его вам включила в презентацию, чтобы показать, что даже рисунок, который, казалось бы, срисованный, он тоже может дать определенную информацию нам для размышления. Она постоянно показывала этот рисунок. Рисунок чистый, без стираний, немятый. Она показывала учителю, показывала одноклассникам, показывала мне. То есть она… Ей нравилось то, что она делает. Хотя внешне это как будто бы было беспокойством. Ну и я все-таки пишу, что беспокойство, относящегося к ситуации страха, ребенок не испытывал. Это было поведение гиперактивного ребенка. Демонстративного уже на данный момент, потому что демонстративное поведение уже для этой девочки, к сожалению, характерно. Ну, в данной ситуации наличие штриховки, срисовывание, отсутствие собственного сюжета, демонстративность. Все-таки я буду дальше за этим ребенком следить и определять, нет ли у нее… Это не значит, что у этого ребенка не может появляться собственных страхов, хотя она срисовала страх Эмилии. Поэтому ситуативный страх, возможно, что тогда, когда была гроза, потому что они все хором, когда мы спросили, нарисуйте то, чего вы боитесь. Они хором практически сказали, «Была гроза, было страшно». Вот такая была ситуация. Вот такие интересные. Еще давайте просмотрим один раз эти рисунки, чтобы вы вспомнили и запомнили. Но презентацию можно будет скачать, и я думаю, что эти рисунки у вас останутся. Пожалуйста, это у нас Аделина. Детализированный яркий рисунок, без присутствия девочки, то есть девочка себя не отождествляет, как участника данной тревожной ситуации, ситуации страха. Деталей достаточно много, капельки прорисованы, молнии прорисованы. Следующий у нас гульнас. Детализация комнаты. Девочка скучает. Девочка домашняя, она в интернате не остается. Но с утра и до пяти часов вечера она остается здесь. И, конечно же, она очень скучает по своим близким, что и в этом рисунке отражено. Но опять гроза у нас в присутствии, то есть ребенок испугался. Дальше. Эмилия. Никакой детализации, кроме кровати. Вероятно, она лежала в этот момент, спрятавшись под одеяло. Большая молния. Вот здесь мятый листочек, промокший от потной ладошки. Ну и много-много-много стирания. Здесь линии нечеткие, многократно повторяющиеся. Давид. Давид. Тоже детализация грозы, детализация дома, собачки. Но опять нет отождествления себя с данной ситуацией. Ребенок здесь не присутствует. Ну и Энни. Очень-очень интересный рисунок. Это можно расценить или как тревогу, которая, вот эта многочисленная штриховка, тревога, которая ребенка, или это неаккуратность, просто раскрашивание. Но вот еще раз говорю, вот этот ребенок волнует на данный момент Энни, меня как детского психолога, больше, чем остальные дети, потому что у ребенка есть вот такие, ну, скажем так, недифференцированные признаки страха. Ну и страхи бывают, вы знаете, разные абсолютно. В детском возрасте их достаточно много. Это и страхи, связанные с ранним детством. Почему возрастные? Потому что возникает в каждый раз новая ситуация, потому что ребенок, в принципе, сталкивается с ситуацией первый раз, с любой ситуацией первый раз. Вот так, вопросы. Я просто слежу за вашими вопросами. Вопросы, пожалуйста, если будут, отправляйте их в чат вопросы, чтобы мне было удобнее отслеживать. Потому что вот здесь вопросы вы задаете, регистрируетесь. Нет, вас много достаточно. Несколько лет назад мы с моей студенткой делали, выпускную квалификационную работу писали. Тема была выбрана самой студенткой. Это были школьные страхи. Ну и я вам могу сказать, что школьных страхов оказалось, возрастных, кстати, страхов. Патологический страх был выявлен у двоих детей. Это дети были уже на моей заметке в группе риска со школы подготовительной группы. Но дело в том, что у остальных 98 детей были школьные страхи. И у некоторых было по нескольку страхов. И общее количество, я не знаю, поразитесь вы или нет, но мы были поражены. Разных страхов, причем это дети озвучивали, 54 разновидности школьных страхов. Школьные страхи наиболее многочисленные среди возрастных страхов, потому что ситуация практически с нуля, она неизвестна ребенку, особенно тому ребенку, который не был в подготовительной группе в этой школе, тот ребенок, который не посещал детское дошкольное образовательное учреждение. Поэтому, естественно, что период адаптации достаточно сложный. И каждый раз возникающая ситуация, она у ребенка вызывает определенную реакцию страха. Идет урок, обычный урок в первом классе, в первый месяц, то есть в сентябре. Раздается плач внезапно, возникший. Учитель спрашивает ученика, что случилось? Сейчас урок закончится? Да, сейчас закончится. Что ты плачешь? Что случилось? Мы пойдем в столовую? Да, мы пойдем в столовую. Ты уже проголодался? А вдруг нам там дадут что-нибудь невкусное? И ребенок начинает рыдать уже в 33 ручья. На следующий день ситуация повторяется. Опять среди урока плач и опять вопросы. Сейчас урок закончится? Закончится. А потом у нас будет физкультура? Да, у вас будет физкультура. Мы пойдем на физкультуру? Да, мы пойдем на физкультуру. А если я там упаду и ударюсь? И опять 33 ручья. Ну, это был тот ребенок, который как раз был тревожным изначально. Там была такая очень авторитарная бабушка. Это был как раз навязанный, внушенный страх. Страхов было очень много. Но, к сожалению, наблюдая этого ребенка с подготовительной группы до выпуска, к сожалению, у него сформировались, несмотря на все наши усилия, сформировались такие черты, как тревожность и повышенная мнительность. Бабушка участвовала очень активно в его, в кавычках, воспитании. Сколько мы не просили маму, как-то бабушка с бабушкой поговорить. Бабушка с бабушкой было бесполезно разговаривать. Бабушка очень авторитарная. Ну, вот такие черты характера сформировались у ребенка. Начали формироваться в достаточно раннем детстве. То есть здесь они очень и очень разнообразные, но они проходят. И вот период адаптации. Вот здесь Рамзия Хамитовна задает мне вопрос. Как быть? Когда приводят ребенка в садик, начинается рвота. Это связано с реакцией на запахи или что-то психологическое? Трудно и долго идет адаптирование. Рамзия Хамитовна, уточните, сколько лет ребенку, пожалуйста. Ну, здесь, естественно, что будет и возраст влиять. И надо посмотреть, в каком состоянии уже приходит ребенок. Как они появились? Четыре с половиной года. Для четырех с половиной летнего ребенка, с учетом того, что сколько времени он уже ходит в детский сад, сколько продолжается вот этот период адаптационный? С февраля месяца, три месяца, четыре почти. Но дело в том, что здесь, конечно, нужно изучать стили семейного воспитания, насколько мама его подготовила психологически к тому, чтобы он общался со своими сверстниками и с другими взрослыми людьми. То есть не был ли этот ребенок изолирован от общения, активного общения с другими людьми? Вот вы пишете, часто болеет. Ну, чем болеет? Почему болеет? Потому что вот соматическая составляющая психосоматики, конечно, говорится в четыре с половиной года еще рановато. Но я могу привести пример, когда мне привели пятилетнего, пять лет и четыре месяца было ребенку. За четыре месяца у ребенка было дважды обострение язвенной болезни желудка. То есть у него была диагностирована язва желудка. Там была очень проблематичная ситуация в семье. Были совершенно разные подходы к воспитанию со стороны всех тех, кто его касался. Поэтому в данной ситуации, конечно, необходима консультация психолога, прежде всего. Заключение педиатра, какими заболеваниями он страдает. Но и если это ежедневная работа, то психологически, конечно, здесь компонент на второй план отступает. Все-таки здесь соматика на первом месте. Но не исключено то, что это реакция именно на поход в детский сад. Дело в том, что в литературе, именно в психиатрической, описаны случаи, когда у ребенка было повышение температуры до 40 градусов ежедневное. Когда ребенка обследовали, естественно, что у ребенка у него появлялся рвота и головная, как симптоматически, естественно, как потом выяснилось. Это была классическая реакция на то, что необходимо идти в школу. Девочка-третьяклассница 9 лет. И девочка, синдром отличницы у нее первые два года был. А потом почему-то ребенок, по каким-то причинам, ребенок стал немножечко хуже учиться. Все это было болезненно ребенком воспринято. Появился страх перед школой, что она пойдет туда, у нее будут плохие оценки. И, соответственно, вот такая очень бурная термореакция, которая, естественно, до 40 градусов, 39,5-40 градусов. Это серьезная фибрильная температура. Необходимо было ее обследовать. Ее всесторонне обследовали. Патологии не было найдено. Ну и в последующем пришлось провести серьезное лечение у психиатра. Ребенок выздоровел, но последствия под вопросом. То есть катаноза я не могу вам сказать, потому что это литературный был случай. И катаноз там был короткий в течение одного года. И в дальнейшем, что с девочкой, сложно сказать. Поэтому здесь можно построить такой алгоритм, консультация психолога. Если ребенок доступен контакту, может. Но я думаю, что у вас специалисты или вы сами специалист. Я думаю, что вы найдете подход к этому ребенку и провести диагностику. Здесь диагностика – это прежде всего наблюдение в естественной игре. Наблюдение в игре, ролевой которой вы ему предложите. Ну и расспрос сбора анамнеза полностью психологического. Именно как ребенок развивался в течение своей короткой жизни. С мамой, с бабушкой, с папой. То есть собрать все сведения. И дальше это заключение педиатра и консультация психиатра обязательно. Потому что в противном случае ребенок не сможет адаптироваться к детскому саду. Тем более сейчас летний период. Ребенок наверняка будет не в своей группе, не своим воспитателем. Потому что группы маленькие остаются. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте. У меня вопрос, Ирина Юрьевна. Картинки совсем не появились у вас? У кого еще картинки не появились? Или все их увидели? Потому что сегодняшний вебинар, конечно, основан на детских рисунках. Ответьте, пожалуйста, Ясенкова Ирина Юрьевна. Так, ответа нет, да? Так, есть ответы. Все, хорошо. А, нет. Ответьте, пожалуйста, все картинки. Нужно ли мне показать их еще один раз? Вот я еще раз вам их пролистаю. Нет, да? Так. Ну и естественно, что эта тема не одного вебинара. Это, естественно, тема эта достаточно обширная. Но и так как я в своей практике, как психиатра и психолог, используя арт-терапевтические методы. И, естественно, это случаи ситуативного страха. Но мне, к сожалению, приходится заниматься именно патологическими страхами у детей с очень раннего возраста. Сейчас у меня два, опять же, с внушенными, но уже патологическими, то есть эмоционально выраженными страхами занимаются два ребенка с 7 лет. И поэтому я думаю, что вот эти случаи, они тоже достаточно показательные. Поэтому если вас это заинтересует, то это можно продолжить. Что я еще могу предложить вам? Ну, прежде всего, та презентация, которая сейчас записывается, вы сможете ее тоже скачать. Вебинар тоже будет загружен. И, естественно, что тем человеком, который занимается и является основоположником в очень многих определении страхов, классификации страхов Александр Иванович Захаров, я думаю, что вы знакомы с его литературой, тоже, пожалуйста, интересуйтесь, выходите и смотрите. Это у нас Аделина. Следующий у нас Гульмас. Дальше у нас Эмилия. Давид. И Энни. И вот такая табличка, которую, я думаю, моих коллег-психологов заинтересует. Но и не только педагоги, воспитатели также могут проводить такую мини-диагностику. Ну, первичная здесь диагностика, естественно, она не даст вам полной картины, но тем не менее можно ее тоже использовать для того, чтобы в своей работе уже проводить дальнейшую работу. Так, ну, вопросы, пожалуйста, если есть, задавайте. Так, вот нашла. Гневанова Ольга Михайловна. Ребенок-аутист, неговорящий, редко посещающийся, находится в данный момент на реабилитации в центре. Утром в течение недели плач лающей собачки, метеозависим. Вопрос у меня сразу, Ольга Михайловна. У него расстройство аутистического спектра или у него ранний детский аутизм? Это все-таки два подхода, два диагноза и, соответственно, два моих совета. Если это ребенок с аутистическим расстройством аутистического спектра, ну, дело в том, что ему дискомфортно здесь, потому что все-таки аутистические дети этого спектра, они достаточно общительны и достаточно хорошо адаптируются. Если это относится к синдрому Аспергера, и он выставлен, то поведение его совершенно адекватно. Поэтому если это аутистический спектр, значит, ребенок дискомфортен, дезадаптирован, во втором случае вам придется с этим примириться, потому что это не всегда может быть связано только с ситуацией, которая у вас в центре и не от вас зависящей. То есть это особенности поведения данного ребенка. Поэтому вот это уточнение для вас, для того, чтобы подход определенный у вас был. Ну, вот здесь просят продолжение. Я думаю, что если действительно у вас отзывы будут, чем я занимаюсь вообще. Я уже почти 20 лет занимаюсь практической детской психологией. Я клинический психолог, потому что психиатр, естественно. И я в плане методик, я арт-терапевт. Я очень люблю и знаю, как я, мне кажется, и надеюсь, во всяком случае, что знаю рисовальные вот эти методики. Я их использую как с диагностической целью, потому что вы прекрасно понимаете, что до 10-летнего возраста использовать методики тестов мы практически с вами не можем. Только проективные методики, это естественно. Ну и естественно, что арт-терапия, которая первично была именно основана для работы коррекционной с психически больными людьми, то естественно, что коррекционная у меня есть программа по арт-терапии для различных категорий детей. Это и ранний детский аутизм, это и тревожность, это и страхи, это и агрессивность и так далее. Ну и естественно, что сказка-терапия, которую мы очень любим, и изготовление кукол, и спектаклей, сказки психотерапевтические тоже это в моей компетенции. Поэтому, пожалуйста, ваши отзывы, ваши запросы, и что вам интересно, чтобы вы не тратили время просто так. Большое спасибо вам за внимание. До свидания. Уважаемые друзья, давайте поблагодарим Ольгу Генриховну за замечательный вебинар. Я надеюсь, что у тех немногих, у которых... Я надеюсь, что это немногие, у которых что-то было не видно, я могу предложить вам запись, которая будет доступна, я думаю, что где-то завтра, к завтрашнему дню, и на ней точно будут все картинки, вся презентация и так далее. Кроме того, саму презентацию вы можете скачать прямо сейчас в окне ресурсы. Если кто-то не знает, как это сделать, посмотрите, пожалуйста, вот сюда, примерно вот сюда. Вы видите ряд кнопок, среди которых есть серенькая кнопка с изображением папки. Нажмите, пожалуйста, на эту кнопку, и откроется окошко ресурсы. В этом окошке нажмите, внимание, не на название файла, а на зеленую иконку слева от файла. И скачайте презентацию. Презентация доступна для чтения. Еще раз напоминаю, что сертификаты вы можете приобрести вот здесь, если они вас интересуют. Про запись я сказал. Осталось поблагодарить вас тоже за активное участие в вебинаре и за то, что вы задавали вопросы интересные. Ну и надеемся, что Ольга Генриховна у нас еще появится на наших вебинарах в Директ-Академии. Так, Лейсан. Где получить? Вот по этой ссылке, которую я вам привел. Еще одну ссылку я вам давал. Сейчас повторю, где подробно расписано, как получить сертификат. Вот эта ссылка. Речь идет, разумеется, об электронных сертификатах, которые вы сможете скачать. Это полный образ сертификата, красочный, который можно распечатать, ставить в рамочку и... Чтобы увидеть свой сертификат, вам надо ввести в область поиска либо свою фамилию, либо свой адрес электронной почты, по которой вы зашли. Я могу посмотреть конкретно вас, Наталья Александровна. Прямо сейчас. Это мне сделать несложно. Так, я вас действительно не вижу. Одну минуточку. Наталья Александровна, а вы с самого начала были на вебинаре или зашли уже вот-вот-вот прямо сейчас? Если вы зашли вот-вот прямо сейчас, я сформировал сертификаты где-то минут 5 назад, минут 5-6. Ну, я посмотрю. Если вы присутствовали на вебинаре с хотя бы середины, то я попытаюсь что-то сделать. Если вы только зашли, то... Так, вот этот адрес. Зачем вы здесь написали? Проверить его? Давайте проверю. Ну, понимаете, принять-то участие в любом случае надо. То есть, выдавать сертификат за то, что кто-то пришел на последнюю минуту или две, ну, мы считаем это неправильно. Да, после оплаты кнопочка «Оплатить» превращается в кнопочку «Скачать сертификат». А, значит, смотрите, что еще может получиться. Если вы присутствовали, но не видите пока сертификат, пожалуйста, сделайте это через 5-10 минут, потому что нагрузка на сервер может быть таковая, просто все сейчас пошли смотреть по этой ссылке, что некоторые операции не видны сразу. Вот. Поэтому просто попытайтесь это сделать чуть позже. Так, вот, Алла Викторовна, вижу ваш сертификат, так что он есть. Можете его оплатить и взять, так что вас система увидела. Так, Ольга Васильевна, сейчас посмотрю. Да, вы тоже есть, есть в системе, сертификат сформирован, и вы тоже можете его приобрести, если вам это необходимо. Коллеги, ну, я с вами тоже прощаюсь. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся на новых вебинарах Директ Академии. Всего доброго. До новых встреч в Директ Академии. Да, сертификат электронный, и именно он стоит 149 рублей. Всего доброго. До новых встреч.